До конца мая оздоровленческие лагеры в области повинны подписать по шпарты готовности. С початком червеня распочинаются и первые изменения. До речи, селитого в области будут действовать 20 круглосуточных лагеров и больше за 400 с днём находжением, где смогут отпочить 42 тысячи детей. Перед заездом базы обезково проверяют по шматликих критериях у этой млеку и на наявность кляшчоу. Белый стяг в этом выпадке мая – дворотное значение. Таким чыным санитарные службы небы объявляют войну кляшчам. Перед заездом детей все оздоровленческие лагеры проверяют с энтомологами. Если мы нашли только одного кляша, это уже говорит о том, что мы этот лагерь держим на контроле в плане благоустройства. Селита у лечебной установы города за медицинской допомогой звернулися больше за 300 грамадян, которые потерпели от укусов кляшчоу, что на четверть меньше летнего покажчика. Специалисты в первую очередь это связывают с холодной весной, когда люди просто меньше отпочивали на природе. Тому теперь у теплой надворье пильность гублять не нужно. У нас есть заявки не только по энтомологическим показаниям, когда присутствуют клещи, отлов клещей, но и с профцелью перед каждым заездом в оздоровительное лагеря идет коррецидная обработка территории от клещей. А кроме осупрать клещовых опросовок, территории не треба забывать и про иншие, больше простые, а-ля обовязковые идейные меры перстероги. Каждый лагерь по периметру должен сделать вот такие перекапываемые полосы. Такие методы можно выкористовывать и на дачном участке у вёсцы. Специалисты нагадывают, кляши не летают, их зона кустовья и высокая трава. Катярына Градницкая, Александр Тарасов, Новины Региона.